Старец Паисий Святогорец. Будем готовить себя к жизни иной. Из книги «Духовное пробуждение». Геронда. Один юноша исчез, оставив своим родителям записку, что он хочет покончить с собой, потому что он некрасив, а виноваты в этом они. Люди не постигли еще глубочайшего смысла жизни. Они не верят в жизнь иной. Все их мучения начинаются с этого. «Я несправедливо обижен», — говорит человек. «Другие радуются, а я нет». Люди недовольны тем, что они имеют. Подмешивается эгоизм, и они мучаются. Бог любит всех людей. Каждому человеку он дал то, что ему полезно — рост ли, отвагу ли, красоту или что-то еще. Он дал человеку то, что может помочь ему спастись, если он потребит это с пользой. Однако мир терзается. «Почему я такой, а он такой?» «Но ведь у тебя есть одно, а у него другое». Один Христорадий еродивый румын, подвязавшийся на Святой горе, рассказал кому-то из терзавшихся подобными помыслами такую историю. Увидела лягушка буйвола и сказала, «Я тоже хочу стать буйволом». Дулась, дулась и под конец лопнула. Ведь Бог-то кого лягушкой сделал, а кого буйволом. А лягушка чего лучше дела? Захотела стать буйволом. Ну и лопнула. Пусть каждый радуется тому, каким сделал его Творец. Как только человек использует данную ему благоприятную возможность уверовать в Бога и в будущую вечную жизнь, то есть, когда он постигнет глубочайший смысл жизни и, покаявшись, перестроит ее, так сразу же придут в божественное утешение с благодатью Божией. И благодать изменит его, изгоняя и все его наследственные недостатки. Многие покаявшиеся грешники смиренно подъяли любочестный подвиг, прияли благодать, стали святыми. И сейчас мы с благоговением поклоняемся им и просим их молитв. А прежде они имели немало страстей, в том числе и наследственных. К примеру, преподобный Моисей Мурин. Он, будучи кровожаднейшим разбойником с наследственной злобой, он едва лишь уверовал в Бога, сразу покаялся, стал подвязаться, все страсти его покинули, а благодать Божия посетила. Он даже удостоился приятия пророческого дара, а чуткостью превзошел и самого Арсения Великого, который происходил из великосветского римского семейства, имел наследственные добродетели и обладал большой внешней ученостью. То есть, Геронда, в чем конкретно заключается смысл этой жизни? В чем? В том, чтобы подготовить себя для нашего Отечества, для неба, для рая. Суть в том, чтобы человек уловил этот глубочайший смысл жизни, и же есть спасение души. Веруя в Бога и будущую жизнь, человек понимает, что эта временная жизнь суетна, и готовит свой загранпаспорт для жизни иной. Мы забываем о том, что всем нам предстоит уйти. Корней здесь мы не пустим. Этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель. Приготовиться так, чтобы, когда Бог призовет нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с Ним всегда. Когда Христос благословил пять хлебов и насытил столько тысяч людей, народ тут же сказал, «Царь бы из него вышел что надо». Съели пять хлебов, и две рыбы его одушевились. Однако Христос сказал им, «Не забудьтесь о сей пище, потому что здесь мы не останемся». В этой жизни каждый из нас подвергается испытаниям. Соответствует ли он тому, чего требует Бог? Геронда. Что человек должен всегда иметь в своем уме для того, чтобы творить волю Божию? Он должен иметь свой ум в Боге, думать о том, ради чего он вступил в эту жизнь. Мы пришли сюда не для того, чтобы заниматься всем на свете и устраиваться по теплым местечкам. Мы пришли, чтобы подготовиться к жизни иной. Итак, наш ум должен непрестанно находиться там, в будущей жизни, и в том, что способно помочь нам ее достичь. С любочестием относясь ко всему, любочестно и смиренно подвязаясь, человек понимает смысл жизни духовной. Духовная жизнь есть безудержная отвага, духовный пир. Знаете, что такое пир? Познайте глубочайший смысл монашества, стяжите духовное благородство, святоотеческую чуткость. А глубочайший смысл жизни, не монашеский, а вообще, обязаны уяснить все люди. Если бы они это сделали, то совсем бы исчезли мелочные придирки, грязня и прочие проявления самости. Раз есть божественное воздаяние, то будем думать о том, как заработать маленько денежек для будущей жизни, а не о том, как в жизни этой держаться с достоинством и принимать человеческую славу от других. Когда человек движется в плоскости действительной жизни, он всему радуется. Тому, что живет. Тому, что предстоит умереть. Не потому радуется, что он устав от жизни. Нет. Он радуется тому, что умрет и пойдет ко Христу. Геронда. Он радуется от того, что не противится тому, что попускает Бог. Он радуется, видя, что эта жизнь приходящая. А жизнь иная вечна. Он не устал от жизни, но думая, что нас ожидает, разве мы не уйдем? Он готовится идти туда, понимая, что в этом его предназначение, смысл жизни. Вот, к примеру, взять женщин, работающих в системе социальной помощи. У них есть доброта. Бегают бедняжки, убиваются ради других. По образованию они психологи, но бывают случаи, когда тот способ, которым они хотят помочь другим, не действует. И вот она, к примеру, утешать человека, которому отрезали ноги, а он ей говорит, «Ты вот пришла на двух ногах, и говоришь мне, добрый день, а у меня нога только одна». Что она сможет ему ответить? Как она поможет ему психологии, если этот человек не уловит глубочайший смысл жизни, то ему ничто не сможет помочь. Он должен понять, что за это попущенное Богом увечья он, если не будет роптать, получит в иной жизни накопленную небесную мзду. Поняв это, он должен радоваться. Да хотя бы и на четырех ногах ходили остальные. Он должен говорить, «Благодарю тебя, Боже мой, за то, что я хожу на одной». Но воспринимая жизнь недуховно, эти бедняжки ищут утешать людей и не знают, что им сказать. Идет такая социальная утешительница, к примеру, облегчить страдания 35-летней больной раком женщины, у которой трое детей. Что она ей скажет? Если эта мать не уловит глубочайший смысл жизни, то она будет отчаиваться, думая о том, что станет с ее детьми. И сама психолог, пришедший ее утешать, впадет в то же самое отчаяние, если она не поймет чего-то высшего, чего-то духовно более глубокого. Ведь не расположив сначала более глубоко саму себя, она не сможет правильно помочь и ближнему так, чтобы к нему пришло божественное утешение. Так эти бедняжки-психологи не только устают телесно, но и расстраиваются, видя, что они не могут оказать людям серьезной помощи. То есть, устают вдвойне.